Всем привет! С вами снова Виктор Балец. Сегодня очень интересная тема. Тема будет называться Человейники. На склинге архитекторов однотипные высотки в спальных районах называются Человейниками. По аналогии с муравейниками или можно с курятниками сравнить. Есть такие многоэтажные курятники и куры где сидят в огромном количестве друг над дружкой да и ужас что там творится можете себе представить наверное многие из вас видели такие курятники да вот подобные муравейники или Человейники строятся сейчас во всех уголках мира и люди загоняются в эти огромные города миллионники и естественно жизнь там совсем совсем другая далеко не райская жизнь и Человейниках связана с рядом проблем которые стоит осветить отдельно и вот про такую жизнь Человейниках София Зирина написала очень красивое стихотворение жизни в Человейниках проблемно нет чистоты порядка нет и несколько семей вредных жильцам добавят много бед ты хочешь тишины уюта чтобы достойно тихо жить но вот в подъезд выходишь утром и волком хочется завыть на свеже сделанном ремонте давно поставлен жирный крест подъезд как будто был на фронте живого места на нем нет кругом бутылки и окурки и мусор весь ассортимент куски отбитой штукатурки ночных компаний грязный след здесь тишина вам только снится скандалы музыка всю ночь и может всяко случится когда терпеть уже не в мочь а дом огромный кто знает кто и кому куда идет и домофоны не спасает здесь разный шастает народ когда ночь укрывает город и человек ложится спать то ли бомжой то ли пьяниц ссоры в подъезд приходят пировать всю ночь и крики и скандалы и беспросветный дикий мат так жизнь одним кошмаром стала и быт наш превратился в ад а лифты просто наказание они лишь добавляют бед народ в нетрезвом состоянии в них ходят словно в туалет ну а полиция их много всех силовых структур не счесть не велика от них подмога их как бы нет хотя и есть не удостоенной хервения такая мелочь бытия вот если будет преступление тогда особая статья живет народ как на вулкане не зная что им предпринять но кто подолгу службы станет проблемы эти разрешать или разгребать вот такая жизнь человейниках софия зелина можете прочитать сами очень интересное стихотворение которое полностью отражает жизнь действительно в этих человейников этих муравейниках в этих курятниках и она совсем совсем отличается той например в которой куры должны жить совсем по-другому да вот представьте себе такой петушок на природе он гуляет им очень приятно с курочкой да и зелени и везде все прекрасно и хорошо это совсем не то что было задумано для человека но конечно это не будет продолжаться вечно такая жизнь таких микрорайонах да в таких селениях где люди живут как в курятнике и как в человейниках это не то что было задумано для человека поэтому есть конечно райские уголки райские места здесь на земле и вот одна писательница описала это хорошо стихотворение жизнь в раю бальсякова александра и я хотел бы вас познакомить с этим стихотворением мне на очень очень так близко по душе это стихотворение она затронула меня и действительно полностью я согласен с ней я видел за свою жизнь очень много райских уголков райских мест ну и здесь германии тоже у нас есть очень много красивых поселков городов деревень где очень красиво и вот она пишет такое стихотворение вы не поверите но рай есть на земле мы же все торопимся его не замечая он рядом с нами в тропинке что бежит в саду в цветах что цветут у нее по краю он в пене птиц поющих в том саду и небе голубом на нас смотрящим он в радуге семи цветов после дождя к нам приходящий вы думаете есть рай другой и в нем все краще и милее нет рай есть на земле и мы живем в раю цветущим на у нее такое заключение очень хорошее и мы живем в раю цветущим вы не поверите но рай есть на земле и которые живут в таких районах наверное им трудно представить что есть люди которые живут в одноэтажной америке или где-то в одноэтажной германии то у них в саду вот как на этой картинке выглядит цветы растут очень красиво все все прекрасно да или например есть шикарные парки леса долины где действительно человека отдыхает до когда если идешь по такому месту то просто наслаждаешься жизни мне нравится например гулять по природе у нас здесь в германии очень красивых мест есть много где и воздух свежий и радугу можно увидеть и птицы и животные бегают по лесу да все это в такое в доступном виде это очень очень здорово ну жизнь она конечно будет меняться она не будет всегда выглядеть сегодня в больших городах и поэтому цветущая жизнь она будет восстановлена люди будут радоваться жизнью в раю здесь на земле рай он будет по всему миру вот эти всякие миллионники многомиллионные города они со временем исчезнут и каждый будет будет жить в своем прекрасном домике будет жить так как он это сам себе хочет как он себе спланирует этот дом со своей семьей и уже не надо будет делить дом свой с миллионами других людей если представить например в больших городах в токио там 40 миллионов человек живет москва там не знаю 18 20 миллионов человек на одном квадратном километре живут несколько тысяч людей от пяти до десяти тысяч человек живут на одном квадратном километре представьте себе на таком маленьком клочке земли живут такое огромное количество людей но естественно там ужасные условия и это совсем не жизнь в раю и так я хотел вас познакомить с перспективой то что все будет замечательно все будет хорошо рай он уже сегодня есть но не по всему миру да так сказать есть райские уголки райские места ну а в будущем он будет уже по всему миру вот такая вот красота будет и это уже не за горами время меняется мы живем сегодня в очень интересное время и как это писательница сказала александра она говорит вы не поверите но рай есть на земле но мы его не замечаем это жалко нужно обратить на это внимание и об этом тоже в библии очень много интересного сказано итак с вами был виктор балет приглашаю вас и на следующие ролики если есть возможность подписывайтесь да буду вам очень очень благодарен а Продолжение следует...